Здравствуйте! В эфире «Время жить». Это программа о здоровом образе жизни, правильном питании, медицине, красоте и фитнесе. Сегодня мы обсудим такие темы. Стрейч. Как вернуть природную гибкость? Ваш идеальный вес. Какой он? Синдром профессионального выгорания. Где взять сил для работы? Задумывались ли вы о том, что гибкость – безусловный синоним здоровья и красоты? Специалисты единодушны. Независимо от возраста, пола, спортивного опыта, она нужна абсолютно всем. Такое направление фитнеса, как стрейч, помогает вернуть природную гибкость и подтянутость. Об основных принципах этого вида тренировок расскажем дальше. Стрейч по-русски переводится как «растяжка». Отсюда и основная задача этого вида тренировок – плавное и неторопливое растягивание и укрепление всех мышц организма. Все это обеспечивает хорошую гибкость, а она, в свою очередь, дает возможность эффективнее выполнять упражнения, сохранить красивую осанку и снижает риск болей в спине. Сейчас в современном мире, когда мы страдаем остеохондрозом и прочим другим заболеванием опорно-двигательного аппарата, я бы советовала приходить и заниматься одним из направлений фитнеса – это растяжка стрейч. Растяжка увеличивает подвижность наших суставов, стимулирует кровообращение, стимулирует лимфообращение, стимулирует и ускоряет обмен веществ. Для женщины это также очень полезно, потому что они становятся грациозными, пластичными, красивыми. Плюс все мы, девушки, очень любим танцевать, а в танцах без красивой растяжки никак не обойтись. Считается, что растяжка полезна при любом виде тренировок, ведь силовые и аэробные нагрузки – разновидность стресса для организма. По мере роста стажа занятий сопротивляемость этому стрессу снижается, соответственно, падает и эффективность упражнений. Лучший способ поддержать хорошие результаты – активный отдых. Упражнение на растягивание обладает свойством быстро восстанавливать силы. Организм человека расслабляется при правильном дыхании, мышцы также расслабляются. Вообще самое сложное – это во время боли научиться расслабляться. Вот это вот самое главное в стрессе. Потому что потом, со временем, мы уже перестаем чувствовать болевые ощущения, потому что, можно сказать, привыкаем к боли. У нас понижается порог болевой, и таким образом мы все ниже и ниже просаживаемся на шпагат. И углубляется, так сказать, выворотность наших этазобедных суставов и праги в спине. Стрейч учит понимать свое тело и управлять им. Учит регулировать свое настроение. В целом он благотворно влияет на нервную систему и служит хорошей профилактикой заболеваний опорно-двигательного аппарата. Один из основных принципов, я бы сказала, это никуда не спешить. Всему свое время. Заниматься нужно постоянно. Я бы советовала тем, кто, например, ходит на тренировки три раза в неделю, почасовые, обязательно в день, когда имеются выходные, заниматься по 10-15 минут уже самим. Тренеры напоминают, что дыхание в стрейче должно быть правильным, а значит равномерным. Именно тогда мышцы расслабляются и становится легче, к примеру, сесть на шпагат. Но тянуться рывками или пружинить не следует. Дыхание обязательно должно быть равномерным. То есть мы сделали вдох, и на выдохе мы медленно расслабляемся, и у нас идет углубление растяжки. Еще раз вдох, выдох. Никакой динамики, иначе это может сопровождаться растяжением как мышц, так и растяжением связок, и, не дай бог, какими-нибудь разрывами сухожилий. Это самое страшное, я бы сказала. Занятия с трейчем проходят не только на коврике на полу. У каждого тренера своя методика. Екатерина Агеева, например, использует в своей работе классический балетный станок, а еще пилоны и полотна. Но это, как говорится, уже для более продвинутых пользователей. У меня цель, мне бы хотелось подготовить спортсменов по новому направлению, который только получил свое развитие. Это воздушная акробатика. То есть пилон, полотна и кольцо. Мне бы хотелось, чтобы девочки стали пластичными, грациозными, с подтянутой красивой фигурой, осанка. Сейчас я смотрю, девчонки, у кого многих сидячий образ жизни, сидят скукоженные. Это развитие остеохондроза и прочих других заболеваний. Левание опорно-двигательного аппарата. И мне бы хотелось, чтобы они раскрыли, так сказать, свой грудной отдел, подтянулись, вытянули шею, грудь сразу подтягивается, выходит вперед, красивая осанка, шикарный стан, вот что я могу сказать. Кстати, совмещение таких видов тренировок, как стрейч, полдэнс и танец на полотнах, не уступает работе в тренажерном зале. Ведь упражнения на том же пилоне задействуют все мышцы. С кем приходят девочки, они качали в тренажерке там по 5 килограмм, по 6 гантельки, прочее, прочее, несколько повторений, они залезают на шест всего лишь один раз. А на шесте мы работаем с собственным весом тела, то есть автоматически идет подкачка всех мышц, мы прорабатываем все. То есть, например, статичная поза, выход в одну позу, там напрягается мышца спины, там напрягается выход в иглу, мы напрягаем мышцы ягодиц, то есть прокачивается автоматически полностью все тело. Словом, начав заниматься стрейчем, есть куда расти и к чему стремиться. Если в противопоказании к этому виду тренировок нет, результатов можно добиться самых невероятных. Я хочу подготовить своих чемпионов. Впервые в этом году у меня была своя команда по полспорту, я вывезла девочек в Москву. Результаты, в принципе, показали, они достаточно достойные. Одна из моих девочек заняла 5-е место из 12 человек по России, чем я была очень рада. Вот, надеюсь, со временем, что сможем и сами выступать. Мы желаем Екатерине и ее команде побед на соревнованиях. Всем поклонникам стрейча, полдэнса и танца на полотнах новых достижений. Для кого-то это будет мостик, для кого-то шпагат или овладение более серьезной техникой на полотнах. Словом, нет предела совершенству. Возможно, и вы откроете для себя этот вид тренировок. Как быть, когда эмоциональное состояние на работе далеко не оптимистично? Чувство собственного бессилия и скуки спутники рабочего дня знакомо многим из нас. Иногда эти состояния бывают временными и особо не замечаются на фоне текущих дел. Такой переход из активного состояния в пассивное естественен, ведь наш организм не может находиться в вечном тонусе. Однако, когда состояние бессилия, раздражения, нежелания что-либо делать становится постоянным, стоит задуматься, а не столкнулись ли вы с синдромом эмоционального выгорания. Эмоциональное выгорание не наступает вдруг внезапно. Оно накапливается постепенно, проявляясь теми или иными симптомами. Предвестником такого состояния обычно служит повышенная активность, трудовой энтузиазм, работа на износ. Словом, для того, чтобы выгореть, человек должен гореть. Без горения нет выгорания. Главная причина эмоционального выгорания – это психологическое и эмоциональное переутомление. Вот чаще бывает у врачей, медсестр, полицейских, может быть и у вас, когда вы постоянно в социальной сфере, особенно если вам придется выслушивать каждый раз, ну, не очень хорошие вещи. Наиболее подвержены выгоранию профессионалы, которые ставят перед собой задачи, находящиеся за пределами их человеческих возможностей, предъявляющие к себе завышенные требования. Перфекционисты, страдающие синдромом отличника, и склонные взваливать на свои плечи огромный объем работ, первые кандидаты выгоревшие. Обычно это психологические вещи. Снятие стресса первое. То есть, если знаете, что какой-то стрессор вас преследует, надо как-то от него избавиться. Иметь цель, как ближнюю, так и долговременную. Когда человек имеет цель, он к ней идет, эта способность увеличивается. Брать тайм-ауты. То есть у вас в любой работе должны быть передыхи, не быть трудоголиками, потому что они люди, заболевающие чаще других. Эмоциональное выгорание наступает тогда, когда человек на протяжении длительного времени расходует эмоциональную энергию, практически не имея возможности пополнить ее. Сравнить это можно с тем, как разряжается, например, ноутбук. Если вы будете достаточно долгое время смотреть фильмы, слушать музыку или работать с текстами, то его аккумулятор сядет, и ваш компьютер перестанет работать. Для того, чтобы возобновить его работу, вам придется подключить его в сеть, чтобы аккумулятор смог зарядиться энергией. Человеку тоже нужна подпитка. Как же вернуть его в прежнее состояние? Овладение навыками саморегуляции, релаксации, уход от ненужной конкуренции. Вы всегда думаете, а нужно это мне? Вот в любой ситуации нужно мне. И тогда отказывайтесь, если вам это что-то не нужно. Дальше. Профессиональное развитие, само собой, эмоциональное общение обязательно, потому что вот мы пошли, подруги, выговорились, и вам легче стало. Это тоже какая-то психотерапевтическая процедура. И поддержание хорошей физической формы. Через эмоциональное выгорание проходит многие, но это не значит, что эти люди становятся профессионально непригодными в дальнейшем. Правильнее воспринимать этот период как очередной этап своего развития, личностного роста. Любому человеку нужно время от времени останавливаться для осознания, что он делает в данный момент, куда идет и к чему стремится. Взглянув на свою деятельность со стороны, есть шанс увидеть множество новых возможностей. Все мечтают об идеальном весе. Кто-то изнуряет себя диетами, кто-то пытается добавить мышечную массу. В итоге все мы думаем о том, что именно такое идеальная фигура. Тенденции современной моды предлагают худеть до невозможности и соответствовать параметрам 90-60-90, а может и меньше. Но какой же вес все же идеален, к чему стремиться или довольствоваться тем, что есть. Идеальный вес рождает самые противоречивые ассоциации. Кто-то представляет себе очень худую фотомодель, кто-то наоборот пышную кустодиевскую даму, а кто-то наблюдает за колебаниями показателей весов, напоминающих кардиограмму, и слабо представляет себе, на чем же остановиться. Вроде и любимые джинсы налезают, и над их ремнем ничего не висит. Но где же идеал? Идеальный вес, если самой простой формулой воспользоваться, то это берет вес, делится на рост в квадрате. Образуются определенные цифры. Значит, цифры нормальной массы тела говорят о том, что если этот индекс массы тела равен от 20 до 25, я говорю сейчас про взрослое население. Значит, меньше этих показателей, меньше 20, это говорит о недостаточном питании. Значит, с 25 до 30, это идет, ставится вопрос о избыточной массе тела, свыше 30 ставится уже ожирение. Идеальный вес – тот, в котором вы чувствуете себя идеально. Лишние килограммы, так же, как и их недостаток, плохо отражаются на здоровье каждого человека. Важно на протяжении, как бы, всей жизни поддерживать определенную массу тела, определенные возрасти. Потому что, если начать разговор о ожирении, то ожирение является хроническим заболеванием, отмена веществ. Оно характеризуется развитием жировой ткани. Вот, имеет ряд осложнений. И самое главное, то, что большая вероятность возврата рецидива этого заболевания после определенного курса лечения. Среди факторов развития ожирения на первом месте – неправильное питание. Оно подразумевает под собой избыточное употребление жирной пищи и большое количество простых углеводов. Правильное питание сбалансировано, когда человек получает определенный набор важных для него компонентов – белков, жиров, углеводов, минеральных веществ и витаминов. На завтрак обязательно должно быть белковое блюдо. Что такое белковое блюдо? Это творог или яйцо, или отварная курица, отварная рыба или что-то другое. Обязательно гарнир. На завтрак допускается как раз то понятие, как раз именно гарнир в виде крупы, крупиной гарнир. Кто-то его ест отдельно, кто-то ест его в виде каши. Это обязательно. Значит, обед. Обед – обязательное употребление супа. И в супе важно съесть не бульон, не жидкость, а именно ту гущу, которая находится именно в супе. Диетологи считают, что к супу на обед нужен второй белковый компонент, желательно овощной гарнир. На ужин, опять же, важна белковая составляющая и овощи. О перекусах. Перекусами считается это употребление фруктов. Кто-то выпивает йогурт, кто-то может выпить чашку чая, кофе, желательно, естественно, без сахара. Кто не может, может с сахаром. А вот творожки. Я бы рекомендовала натуральный творожок, натуральный творожок, натуральный творог, без красителей, без наполнителей. Питаться нужно регулярно, есть небольшими порциями, не реже четырех раз в день. Не делайте больших перерывов между приемами пищи. Ежедневное меню должно состоять из завтрака, обеда, полдника и ужина. Правильное питание – один из важных компонентов красоты и здоровья. Оно поможет не только оставаться в прекрасной форме, но и позволит чувствовать себя более энергичным. Для здоровья, несомненно, важно правильное питание и физические упражнения. Но к этому следует еще добавить способность радоваться каждому дню повседневной жизни. Научные исследования это подтверждают. Так что хорошего вам настроения и цветущего вида. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова